Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Только что посмотрел мега реванш между Деонтом Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Причем посмотрел два раза. Сначала прямую трансляцию, потом пересмотрел запись высокого качества, чтобы ничего не упустить. И сейчас хочу с вами поделиться впечатлениями, а также сделаем из боя весьма любопытные выводы. Кстати, многие делали на бой ставки. Кто-то на Деонте Уайлдера, кто-то на Тайсона Фьюри. Это усиливает ощущение азарт при просмотре. Те, кто выиграл, я думаю, у них сейчас совсем отличное настроение. Поэтому у меня для вас хорошая новость. В паре матч всем новым игрокам дает бонус до 2500 гривен. Бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии под видео. Поэтому, народ, кто увлекается ставками, не стесняемся, проходим по ссылке, регистрируемся и выигрываем. Ведь впереди будет еще много красивых, ярких боев, в том числе интересных с точки зрения ставок. Сумму бонуса я озвучил в гривнах. Это на самом деле скорее для жителей Украины. А вообще, ссылка должна работать так, что смотря с какого вы региона входите, и с какой части мира, там своя валюта, свой бонус. Ну, попробуйте одним словом. Кто увлекается ставками, вам это советую. Теперь, сам бой. Как вы знаете, кто меня смотрит регулярно, я не собираюсь скрывать это, отрицать. Я фанат именно Деонте Уайлдера. И я, естественно, болел, болел именно, да, как болельщик, как фанат, я болел за него. Но, на мой взгляд, бой был очень красивый, несмотря на победу Фьюри. Да не то, что несмотря, вообще, это было очень круто. Давайте технически разберем, что мы увидели. Как действовал Фьюри первые два раунда? Во-первых, с гонгом, обратите внимание, он сразу же побежал вперед. Именно в прямом смысле этого слова. Побежал, прилип буквально к Деонту. Ну, прилип не то, чтобы обнялся, а прилип на своей левой руке. И дальше он постарался его никак не отпускать. То есть, теперь уже понятно, в чем была его задача. Естественно, он должен защититься от правой Уайлдера. Это можно делать несколькими путями. Один из них, это уходить подальше, да? По кругу двигаться, головой постоянно крутить. Как делал Фьюри в прошлом бою. Также, если ты вблизи, то, естественно, тоже ты защищен. Но третий путь, и, кстати, довольно базовый. Я вот, например, в прогнозе как-то, по сути, его особо не учитывал. Это очень сильно нагружать противника, своей левой. То есть, постоянно ему сбивать прицел. Постоянно ему, Уайлдеру нужно как бы зарядиться, нужно выцелить Фьюри. А Фьюри вместо этого его жалит, жалит, жалит левый. Никак ему не дает, как следует, продохнуть. И именно что, главное сконцентрироваться, именно найти момент. То есть, закрывает постоянно его своей левой рукой. И что здесь интересно, здесь совпало, во-первых, то, что Деонтой, в том числе технически, у него левая рука, ну, она, правая у него классная, но левая у него довольно плохая. Он даже, когда бьет джеб, он и локоть спокойно там в сторону поднимает, и как в бутбинтоне бьет, это все ужасно. Это с одной стороны. С другой стороны, у Деонтая, даже на уровне тела, у него довольно хлипкие ноги и тонкая талия. То есть, получается, он бьет классно правой рукой, но он как колосс на глиняных ногах. То есть, он в конце, у него удар просто свистит, но в начале он разгоняется медленно. Он физически, судя по всему, не может себе дать телом, да, поясницей, ногами такой уж быстрый старт. И получилось, что, ну, так как над ним навис-навис, прям Фьюри его клюет-клюет джебом, выходит война джебов. И что мы в ней видим? Что Фьюри со своим мощным тазом, поясницей, ногами, причем они мощные не только внешне, а это у каждого своя генетика, у каждого свои волокна. Вот у Фьюри они, судя по всему, быстрые. И, получается, он гораздо опережает Деонтая. То есть, понимаете, вот мысль главная, что когда удар уже разогнался, конечная фаза, у Деонтая он свистит, там, скорость вообще супер. Но когда мы говорим о войне джебов, кто кого передергает чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, не успевает. Не успевает и физически Деонтой, и технически тоже, вот, когда ты так джеб бьешь, ну, как говорится, а чего ждать? Еще что интересно, вдогонку. Дело в том, что Уайлдер до боя, он говорил, что он якобы работает над силой удара. У меня это, ну, вызвало сомнение, потому что, вот, если говорить об ударах нокаутирующих правой рукой, ну, а если ты за всю жизнь, у тебя нет техники, чтобы как-то очень серьезно, там, правопрямой бить, массу вкладывать, ну, в принципе, ты за год и не научишься. Но, как оказалось, что Фьюри действительно работал над силой удара только левой рукой. И это, во-первых, гораздо проще освоить технически, это более реально. И если вы посмотрите, сравните с первым боем, вот, например, особенно у Владимира с «Боксерской правды», такая, получается, да, непроизвольная коллаборация, он делал разбор, что в первом бою Джеб из своей Фьюри часто бил, не сжимая кулак. То есть, по сути, он их, вот, там видно на замедленном повторе, он вообще вот так вот как бы их бил, то есть, ну, заслонял просто рукой пространство в первом бою. То есть, сейчас он позанимался годик, ну, или сколько там, полгода именно к этому бою, и он кулак сжимает, и левой рукой бьет совсем по-другому. То есть, не то, чтобы утекает и просто левую кидает, заслоняет, а именно жалит, жалит, жалит левой. И так как у него же еще и масса 120 килограмм, то получилось, он технически, я так прям, да, ушел подробно вот в эти джебы, я, может быть, даже извиняюсь, что так ушел в сторону, но просто это важно, это ключевой момент. И получилось, что он, кроме того, что переигрывает Уайлдер, только у него есть еще и силы в этих джебах, он постоянно как бы его сбивает. Дальше отдельно стоит поговорить в третьем раунде, произошел нокдаун. Ну, правильно судья его посчитал или нет? Чисто формально, ну, наверное, удар действительно был где-то в заслышанную область. В олимпийском боксе я не удивлюсь, если бы еще и не то, что нокдаун не посчитали, а еще и Фьюри сделали замечание. Но по факту это бокс профессиональный. Фьюри ударил, он же не бил как-то так прям совсем нехорошо, да, он ударил нормально, боковой удар направленный вперед. Это уже проблема Деонте, что он повернулся головой, и удар попал ему по затылку, и он упал. Интересно другое, то, что это была двойка, и до этого Фьюри попадал двойками, и после этого весь бой он много раз попадал двойками. И здесь опять видна его домашняя работа. Если честно, он не просто балаболел, а он реально научился новому. С одной стороны, двойка это очень просто, но есть разные темпы. Посмотрите, вот в бою Фьюри то бил именно левой, правой, то есть там... Даже по звуку слышно, там такой... То... Громкий какой получился свист. То Фьюри вот ту двойку с нокдауном, да она же была вообще слитная. На одном звуке. То есть он именно одновременно кинул фактически. И это как бы дает такая перетемповка, это то, что делали, например, братья Кличко. Вот все говорят, что они там одинаковые, одинаковые, такие однообразные, но в двойках-то они как раз и в темпах, они были очень разнообразные. Особенно Виталий, наверное, да и Владимир тоже. То есть получается, что Фьюри свои двойки бил, то сильно жалит левой и добавляет следом правой, А то, по сути, он бьет... Ну, фактически он сразу ударил право-боковой. Просто для вида кинул левую руку перед этим. Это же все влияет. То есть это... От этого гораздо труднее защищаться. С четвертого раунда было много ближнего боя. Это... Как раз то, о чем, ну, в том числе я говорил в прогнозе, да? На самом деле и до ближнего боя Фьюри уже выигрывал. Но ближний бой он дал что? То, что, опять же, Уайлдер, он колосс на глиняных ногах. Ну, в прямом смысле у него ноги-то как бы слабенькие, ноги поясницы. И получается, вот эта вот возня вся в ближнем бою. Уайлдер, кроме того, что он там безопасен, он там не может нукутировать своим страшным правом прямым. Так кроме всего прочего, он там дико устает со своими тонкими ногами. То есть его сталкивается все время Фьюри. Он его там бьет, ну, своей этой массой огромной, да? И то, что когда, ну, Фьюри бьет слабо, ну, это он бьет слабо, допустим, на дистанции. Ну, и то, как слабо, ну, относительно там его габаритов, его массы. Вблизи как раз, да он бьет далеко не слабо, очень даже неплохо. И получилось, мы увидели такую ситуацию. Ну, из плохих моментов, то, что вблизи Фьюри, он как бы боролся, за шею хватал Уайлдера. На самом деле это плохо, я это, ну, прямо осуждаю. Это, я считаю, надо это жестко пресекать. Но чисто вот технически, то есть получается четвертый, пятый, шестой раунд, полно было эпизодов ближнего боя. Фьюри там и просто лучше, а главное, это дико истощает Уайлдера. То есть у него нету просто сил со своими тонкими ногами, то есть, ну, бороться, вот это вот, все устраивать там борьбу. И к чему мы пришли, что Уайлдер уже ближе-то к своему, ну, в общем, поражению досрочному, он был очень вяленький. То есть было такое чувство, вот он так выглядел, как, знаете, в UFC. Соперники Хабиба, можно Хабиба любить, не любить, но вот факт есть факт. Он очень сильно изматывает своих соперников. И они в конце, они уже становятся, ну, как бы, уже вяленькие, в общем. И получается, Уайлдер, если мы говорим об остановке, это остановка, ну, может быть, даже она была и ранняя. То есть он пропустил все эти удары, было видно, что он остался в сознании, он, даже его взгляд, то есть, ну, все как бы с ним было хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны уже было видно, что все, он никакой. То есть его замучил Фьюри в ближайнем бою. Уайлдер стал вяленьким, и, ну, ловить ему, как бы, после этого нечего. То есть я думал бы проиграл, ну, не в этом раунде, так в следующем. Давайте теперь переходить к главным выводам. Ну, во-первых, то, как бился Фьюри, это психология, да, это его дух, это его настрой, потому что это морально, честно говоря, очень трудно. Вот так вот с нокаутером сразу начать бой на встречных курсах, ну, и, по сути, его переломить. Это очень, ну, это очень тяжело. До боя вообще вот можно было так подумать, что так бой завершится. Нам, как зрителям, ну, трудно было такое себе представить, ну, хотя возможно. А представьте, насколько Фьюри должен быть ментально сильным. Он уже должен внутри эту картинку видеть во голове, чего он хочет, и к ней прийти. Второе, это то, как Фьюри использовал недостатки Уайлдера. То есть его многие ругают. Я по-прежнему считаю, что он очень даже техничный, просто по-своему. Он очень техничный в ударах правой. Левой рукой он бьет плохо и технически. И в том числе у каждого есть природные особенности. Уайлдер это то, что он колосс на глиняных ногах. У него довольно слабые ноги, довольно слабая поясница. И он вообще получается, как бы, ну, это накладывает отпечаток. То есть такая конструкция, он плавно, как бы у него плавный старт, но в конце очень быстрый удар. И Фьюри всем этим воспользовался. Тем, что у Деонта не очень хороший джеб. В итоге Фьюри к нему просто приклеился со своим джебом. Он и в тренировочном лагере усилил свой джеб, свои удары левый. Чтобы не просто ему заслонять простор, а чтобы его именно жалить больно, сильно сталкивать его своей массой. Еще и научился после этого двойки свои добавлять. И еще и в ближнем бою потренировался, как его замучить. Короче, из пяти баллов Фьюри ставлю 10. Просто шикарный боксер. Таков итог. Еще раз напоминаю, народ, те, кто увлекается ставками, не стесняйтесь. Регистрируйтесь по ссылке в первом закрепленном комментарии на паре матч. Получайте бонус и выигрывайте. До новых встреч, друзья. Еще увидимся. Тушу камеру. Субтитры сделал DimaTorzok